Это один маленький путь для человека, один маленький путь для человечества. Друзья, совсем недавно прошла сенсационная новость, ну одна из, так сказать, резонансных о том, что ЦРУ рассекретила все документы об НЛО. Но в принципе здесь ничего нового уже нету, и сейчас я вам расскажу подробнее. Стоит упомянуть, что Пентагон ранее в прошлом году признал уже феномен НЛО, когда феномен неопознанных аномалий в небе, как они выражаются на языке военных США. Затем следом за ними признал ФБР то, что были контакты с пришельцами в 1947 году. Сейчас со мной будет подсказочка, пройдите, посмотрите, кто не смотрел. Позднее мы услышали признание также от отца всей ракетной космической программы Израиля о том, что есть секретные базы и на Земле, и на Марсе. И пришельцы там активно что-то исследуют и работают вместе с людьми, ну или наоборот. Опять же мы про это с вами говорили, сейчас вам тоже выплывет ссылочка наверху. И вот сейчас вот ЦРУ, Центральное разведывательное управление США, одна из основных спецслужб, вообще среди мировых всех спецслужб это считается одной из основных. Якобы действительно они наблюдали за феноменом НЛО очень давно, вот они все файлы наблюдения, ну как они говорят все, может быть и не все, выложили в открытый доступ. То же самое по аналогии с ФБР, также они файлы немножечко заретушировали, сделали их не очень удобными для чтения, ухудшили качество. Многие имена там и многие события до сих пор остаются под грифом секретно, и они просто закрашены черными чернилами. И банально очень сложно узнать из документа, что на самом деле имелось в виду. Ну вот одно из событий, которое они описывают, интересно, что один из помощников тогдашнего, одного из директоров ЦРУ, принес якобы обломок инопланетного корабля или какую-то другую инопланетную штуку, какой-то гаджет или артефакт и показал это директору ЦРУ. И они просто не знали, что с этим делать, и директор ЦРУ дал указание дальше, куда это отправить. Но вот что конкретно он сказал и куда это дальше отправилось, все это до сих пор под грифом секретно. Но тем не менее, это интересно, что они также признают феномен НЛО. Правда там в документах они пишут не НЛО, а все-таки некая воздушная аномалия. То есть нельзя сказать, что прямо они признали, что пришельцы есть. То есть они признают, так же как и Пентагон, сам феномен существования НЛО. Но опять же, это имеется в виду не НЛО, корабль пришельцев, а как неопознанный летающий объект. То есть чего-то такое неизвестное, может быть и зимного происхождения. Действительно, очень много видео и фото, которые гуляют в интернете, которые, спасибо, вы мне присылаете и продолжаете присылать. Сейчас вам выплатит почта, вот моя, кто не знает, пишите. Я на почту тоже всегда отвечаю, правда не сразу, потому что времени не хватает. Но на комментарии я все отвечаю, вы это уже заметили, друзья. И они признали просто вот, что есть такой феномен НЛО. То есть не обязательно какие-то космические или внеземные объекты. Может быть и земные, может быть какие-то шары, спутники и так далее, и так далее. То есть они признают, что есть такой феномен и есть много среди этого необъяснимого. Но это уже что-то, раньше такого не было никогда. Тут смотрите, целый ряд ведомств признали, повторюсь, Пентагон, ФБР, ЦРУ, все признали, что есть феномен НЛО. Давайте так назовем. Правда ФБР более детально, они прям откровенно сказали, намекнули там, что был контакт с пришельцами. В 1947 году, аккурат в тот год, когда якобы в Розуэлле разбилось НЛО, ну в Нью-Мексико, мы все знаем эту историю. Я уже говорил в одном из видео, что совсем недавно бывший директор ЦРУ, который был в администрации Обамы, также признался о том, что есть другие миры и, возможно, есть пришельцы. То есть фактически он признал то, что пришельцы есть. Это тоже очень интересно. Нас к чему-то, мне кажется, ведут. Я не знаю, как вы считаете, но мне так кажется. Если вы не согласны, пишите в комментариях. Либо это все какой-то отвлекающий маневр. Банально здесь может быть еще и земная версия о том, что просто вот людям дают такую пищу для размышлений, кидают такую информацию, делают вброс, чтобы банально от чего-то отвлекать. Допустим, там от всяких политических, экономических событий, которые сейчас, если честно, скажем, не очень. И мы это все вокруг наблюдаем. Возможно и так, что просто это все сделано для отвлечения. Нельзя забывать, что, в принципе, Америка впереди планеты всей по пиару, по маркетингу, по рекламе. И они знают, как вот что где-то вбросить, сказать и сделать. Так что, может быть, нам следует у них даже этому поучиться. Вот этим всяким таким рекламным конспирологическим штучкам. Но вот что интересно. Объем этих страниц, которые были рассекречены, где-то примерно около трех тысяч. То есть три тысячи документов различной степени важности. Но они все были под грифом секретные, но у них была еще внутренняя градация по степени важности. Повторюсь, что все они не очень хорошего качества. Тот энтузиаст, который выложил это к себе на сайт, опять же, который получил диск от ЦРУ, и все это официально задокументировано, он улучшил качество. И теперь мы можем их прочитать. Вот, посмотрите, сейчас небольшое такое видео. Я записал экран. Вот они вот так вот примерно выглядят, вот эти документы. Действительно, очень сложно разобрать так на первый взгляд. И нужно вчитываться, нужно вдумываться, что там написано. То есть это, в принципе, отдельная стезя для исследователей аномального, для уфологов. Если кому, друзья, интересно, ссылочку на весь архив огромнейший я оставлю в описании. Так что можете пройти, посмотреть там что-то, может быть, вы что-то раскопаете. Я пока еще не успел ничего накопать, я анализировал по СМИ, но один очень интересный эпизод мне всплыл, что ЦРУ... Конечно же, это не секрет, это разведывательное управление, и нужно наблюдать за всеми. Там, в рассекреченных документах об НЛО, они подчеркивают один из интереснейших эпизодов. Они пишут, что в 91-м году в Рязанской области, то из-за резания, напишите мне, пожалуйста, в комментариях об этом. И в апреле 91-го года там раздался мощнейший взрыв. Даже была какая-то некая аномалия, дома шатались, слышен громкий гул, эхо было, какой-то грохот. Ну, в общем, что-то похожее на взрыв метеорита или еще чего-то. Многие наблюдали там неопознанные шары в небе и всякие НЛО. Не знаю, насколько это правда, но вот ЦРУшники зафиксировали это в своих записках, в архивах. Интересно, как они об этом узнали, хотя 91-й год, развал всего, и, конечно же, может быть, информация просачивалась. И они тоже наблюдали из открытых источников, там, по выпискам из газеты и так далее, и так далее. Но это уже дело третье. Просто сам факт того, что ЦРУ знает о том, что в Рязани было некое аномальное явление, связанное с феноменом НЛО. Что вы думаете об этом? Ну, это, конечно же, тоже поражает сознание. Очень интересно. На самом деле, друзья, здесь особо нечего так рассуждать. Мне захотелось об этом поговорить и сделать об этом выпуск отдельный. Оставляю ссылку, повторюсь, в описании на весь этот архив. Там вы сможете полностью ознакомиться. Ну, и, конечно же, посмотреть. Может быть, кто-то еще что-то интересное найдет. Ну, а вообще здесь больше хотелось бы затронуть такой философский аспект, потому что, повторюсь, мы видим, что ряд очень авторитетных ведомств, в том числе и военных, и авторитетных ученых, специалистов, и просто бывших чиновников, которые имели доступ некий к секретной информации или к закрытой информации, стали открыто заявлять, что инопланетяне есть. Или, по крайней мере, намекать на это. Это очень интересная тенденция идет. Какая-то явно выстраивается информационная подготовка. Я пока не знаю, к чему. Мне здесь многие пишут, что в этом году стоит ждать пришествия инопланетян. Кто-то пишет, что 2028 год, кто-то пишет, что в 40-х. Ну, я не знаю, поживем и увидим, друзья, но, действительно, если посмотреть на ночное небо, в открытую, в хорошую, ясную погоду, то там происходит множество всего неопознанного. Это просто поражает сознание. Также на втором канале своем, куда я пощу видосики в Телеграм, там, повторюсь, на втором канале меня нет, там просто только видео, реальные видео, более-менее я стараюсь подбирать хороший материал, реальные видео с НЛО. Там тоже очень много интересного за последнее время произошло. Я выложил ряд видосиков. Ссылочку оставлю в описании, проходите, смотрите, подписывайтесь тоже. Так что в последнее время тема НЛО, если даже посмотреть, поанализировать по информационному полю, набирает популярность. И действительно стало очень много различных событий попадать на пленку. Конечно, здесь это можно связать с развитием банально технического прогресса. Это никто не исключал, потому что у нас всех есть сегодня под рукой, какой-никакой телефон, куда мы можем записать и видео, и фото, и также что-то такое отснять, переслать. И поэтому показаний очевидцев становятся больше. Раньше такой возможности не было, и только редкие-редкие уникальные кадры, снятые на пленочную хронику, так сказать, оставались в памяти очевидцев. Ну а сейчас об этом все говорят, многие смотрят на небо, многие наблюдают, многие наготове, ходят с камерой. Я сам тоже стараюсь что-то фотографировать. Вот, например, сейчас вам влезет подсказочка. Ролик очень резонансный. Некая странная яркая звезда горела на небе прошлую всю весну, как раз в начале пандемии. И мы тогда с вами пришли к выводу, что это шла какая-то космическая битва за Землю. Действительно, это что-то уникальное было. Пройдите, посмотрите, интересно, кстати, ваше мнение. Я тоже сфотографировал ту странную яркую звезду, но это отдельная тема. Сейчас тоже в небе очень много странных ярких звезд. Так что, если у вас есть какая-то информация по этому поводу, присылайте свои наблюдения мне на почтовый ящик. Вместе подискутируем, вместе, может быть, сделаем отдельный выпуск на основе этого. Друзья, у меня в последнее время несколько небольшой загруз по личным обстоятельствам, но я все равно стараюсь, как вы видите, выпускать видео чаще. Я буду очень вам признателен за лайк и подписку канала. Вы просто невероятно помогаете всем нам докопаться ближе до истины, потому что я не устаю повторять, что только вместе мы сможем прийти к какой-то более-менее нормальной истине. Так что, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, и на канал, подписывайтесь и на Телеграм. Всем большое спасибо, пишите ваши комментарии. До скорых встреч, друзья, скоро увидимся. Большое спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok